Всем привет! 6 августа. Я опять в Шавлеван. Решила догнать сезонные скидки. Вообще-то, я намечала проехать, будто 1 августа в Шавлеван, а на этой неделе в Брюссел, но вот так вышло. Юль в Бельгии официальный проект строительный. Смотрю, уже работа началась. Скидок не было. Уживаю сигару. Хорошо знаем, где она на первом месте. Ну, что сказать. На сумке скидок уже почти не было. Гельс в Бельгии почти как люкс стоит. Все за 100 евро. Больше чем 100 евро. Понравился этот кошелок, но это не вес, но очень симпатичный. Очень хорошие босонушки, я считаю, остались. Ну, 50 евро и 45. Шальмар. Всех не потащится. Не купила я себе Жордан Домесель. Но, в принципе, будет о чем не читать. При ронде, это цены, которые остались, то есть уже округлены. Спортивные товары. Спортивные товары тоже были. Уже не было скидок. Ну, вот такие цены. Это, по-моему, чукавский адидас. Бабушка, видите, это лампы что-то. Мультиварка на 700 евро стоит. Вот это, от мулинец. Жарая, иду в экске за чаем своим любимым. Со льдом. Кое-что в галерее, но я все-таки прикупила. Четка в магазине правильного питания напала на меня. Вы что здесь фотографируете? Избило все настроение. Ну, зато там я нашла гречку 460-500 грамм стоит. Жареная и 2,60. Не жареная. В русских магазинах она дешевле. А вообще я не встречаю в простых магазинах гречку. Видите, на ней написано даже каша. Это гречка поджаренная. 4,60 за 500 грамм. 4,60 грамм. Обычно по Шагура я иду одной дорогой, которую знаю хорошо. Иду в те же самые магазины. Иначе это займет все много времени. Сейчас зайду в Вильду. Да, было. Посмотреть то, что мне надо. Жара, время обеда. Несмотря что четверг, народу предостаточно. Магазин с сувенирами сразу на входе со стороны госпиталя. Вы перестали давать 20% скидку на парфюм по карте. Теперь по этой карте можно, то есть, если вы набираете 200 евро, получаете 5 евро скидку талон такой. Дабы отовариться в том же имени. Это Вильду, это не имя. Я скажу вам о очень хорошем качестве сумки. Посмотрите. Вот оставалась такая черная на 75 евро. А та из новой коллекции. Сосиски, которые уже съедены. Я зашла в Квик. Это ресторан быстрого питания в Бельгии. Зала себе салат с курицей и бутылку воды. Все мне это обошлось 8 евро 10 центов. Так что и фастфуд можно правильно питаться. Время около трех часов. Война войной. А в Бельгии обед все таки по расписанию. Решила пройтись пешком, потому что мой поезд через 15 минут и через час. Решила выходить не по центру льду, а так сбоку. Вот так он выглядит. И внизу сам центр. А это и верхний этаж и еще пол. Интересно, я в угол отсюда мы вроде бы езжали. Наверняка я ее салтила бы. И вот... Надеюсь, я не уволеню путь. Единственное место было в кафе. О, единственное место. Причесала ее. Фейерквик пустой. Почти пустой. И именно сзади меня надо было усеть... Усеться мужику. Усеться мужику. Именно сзади меня. Еще еще его сдвинуть. У меня как бы назад. Вот дают людям. И у меня свободных полно. Хорошо там кондиционер работает. Надеюсь, оно не закрыто, чтобы не выйти отсюда. Ну, если что, я думаю, мы идем с лифтом. Я могу спуститься в центр. Видимо, пришлось воспользоваться лифтом. Здесь оказывается, через парк можно обойти туннел. Понятно. И переходить меньше дорог надо. Они из туннела брут как сумасшедшие. Вот этот туннель. И в зале все под первым целом. Зашла в узки. И опять купила мой любимый чай. Ну, очень жарко. Похобучей работой. Ничего не напоминается? Ну, вот это все, что-то бабки. Как сказали, в поезде зомбабкам плюс 33. В поезде плюс 23. Даже в часах пятых кондиционер не работает. Ну, теперь уже все. Пока-пока. Пока-пока.